На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В этом году полк отмечает 75-летний юбилей со дня формирования. Во главе парадного строя командир полка, герой России, гвардии полковник Владимир Селиверстов. Нового командира 31-го отдельно-десантно-штурмового соединения солдаты считают человеком-легендой. Владимир Селиверстов принял участие практически во всех конфликтах, где требовалось участие российской армии. Главной задачей командир всегда считал сохранение жизней вверенных ему солдат. Поэтому к подготовке личного состава он относится внимательно, умеет быть строгим, но как опытный командир всегда знает, что просто требовать бесполезно, нужно обязательно учить. И мелочей здесь не бывает. Молодец. Пятки прижать. За свой 28-летний срок службы гвардии полковник лично освоил все виды современного оружия. Поэтому его присутствие на полигоне не только обосновано, но и очень важно. Владимир Селиверстов способен не только оценить правильность действий солдата, но и понять, почему тот достиг того или иного результата. Отличные действия солдата нужны прежде всего для сохранения его жизни в условиях боя. Критерием должен отвечать не только боец, но и его оружие. Молодец. Молодец. Победа куется здесь. Молодец. Чуть-чуть поправить выверку. Проверкаем в нормальном боях. Очень неплохо. Молодец. Прицели у вас однообразно. Хорошо. Нужно делать поправку выверки. Командир, вот так. Я. Выполнил. По мнению гвардии полковника, настоящий командир не должен следить за боем или учениями из укрытия. Он должен видеть и понимать картину боя в общем. Чувствовать солдата важно. Грохт РПГ-7 для десантника привычен. Правильно встать, правильно взять прицел, поразить мишень, сделать это быстрее противника. Знания опытного военного просто необходимы. За выполнением учебной задачи экипажами новых БМД-4М Владимир Селиверстов следил из наблюдательного пункта, чтобы оценить скорость машин и поражение мишеней на ходу. Сейчас выполнялся заезд из трех боевых машин, из трех стреляющих машин. Две получили оценку отлично, одна оценку хорошо. Сейчас разберемся, в чем была проблема. Небольшая задержка по времени. Но я результатом доволен. После учений Владимир Селиверстов согласился пообщаться с журналистами. Звание героя он получил за то, что, выполняя одну из важнейших боевых задач, смог сохранить жизни личному составу и победить. Он считает, что этим званием он в равной степени обязан своим подчиненным. Я всегда придерживаюсь такого мнения, что офицер получает награды за труд солдат своих, которым выпала честь командовать. Есть, конечно же, элементы личного мужества, нисколько не споря, не отрицая таких моментов. Но считаю, повторюсь, это награда за труд своих солдат, которым выпала честь командовать. Владимир женат, воспитывает троих детей, старший из которых готовится быть, как и отец, офицером-десантником. Гвардии полковник считает, что судьба у каждого своя и не навязывает детям службу, как безальтернативный путь личностного развития. Он гордится своим отцом. Его отец военным не был, но именно он воспитал его стойким и берегущим жизни солдат командиром. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ.